Алибертин, скажи что-то. Ладно, тогда я расскажу со своей стороны, пока мы решаем технические трудности. В общем, вчера у нас был AMA на английском языке, и на звонок пришел человек, который называется Алибертин, из русского комьюнити, и сказал, блин, ребята, классный AMA. Ничего не понимаю. Возможно, можно сделать такие же для наших региональных рынков. И мы знаем, что мы более комфортно себя чувствуем с русским комьюнити, и начнем с него. То есть делаем AMA и тут, и потом пойдем по другим комьюнити с переводчиками и с этим. Это история, да, как вообще появился этот колл. Я спросил Алибертин, а что насчет как бы тогда создать нашу группу в Дискорде, где все говорят по-русски, не хочешь там быть админом, раз ты самый активный. И он такой сказал, окей, давай, супер. Вот, поэтому вот мы все здесь. Какой здесь формат? Здесь формат AMA. То есть не мы что-то рассказываем, скорее нас кто-то что-то спрашивает. Чтобы добавить чувство времени, я предлагаю на это выделить порядка 30 минут и поспрашивать, порассказывать и разбежаться. Отлично. Меня сейчас слышно? Да, да. Отлично, да. Как меня прозвали? Альберти, пусть будет такое имя. На самом деле меня зовут Андрей, а Альберти это All Liberty My. Вся свобода во мне, моя свобода. Спасибо, Алекс, что откликнулся. Действительно для русского языческого сообщества очень важно понять, что сейчас происходит, какие новости происходят в площадке Uplift. И вчера очень было интересно, много новостей. Я вижу, что здесь Наталья присутствует и Ирина. Может быть, они буквально по минутке то же самое скажут, что они вчера говорили в английском чате с теми достижениями, которые у нас сегодня есть. И потом, Алекс, также немножко ты, и потом уже вопросы тогда от наших партнеров. Сегодня присутствует основная команда, это Алексея Хохлатова. У нас порядка 50 тысяч, насколько я помню. Человек, самая большая команда, ну или одна из самых больших русскоязычного пространства. Так, смотрите на такой момент, чтобы Наталья и Ирина сказали несколько слов о тех достижениях, которые уже есть. Замечательно. И перед Натальей и Ириной я хочу тебе сказать, что спасибо, что нас всех собрал. Спасибо, что проявил активность. Надеюсь, мы такие активности будем часто делать. Просто общаться в наших чатах, в этих Discord стейджах и все-все-все. Так, все, я не забираю в эфирное время. Я надеюсь, что мне дали права, а Аплиф тут не знаю, как зовут девушку, что она дала права. Наталья, вы готовы? Немного рассказать. Да, я готова, спасибо. Здравствуйте. Алибертин, спасибо вам большое за инициативу. Я думаю, что это важно, чтобы мы с разными нашими комьюнити говорили на их языке. И начнем мы с русского языка. Вот, я, как вчера мы сказали, я приединилась к команде, наверное, полмесяца назад. И мы с этого периода начали активно работать над тем, чтобы увеличить наше присутствие на интернациональном рынке. Вот, и на этом этапе, что мы делаем, это мы пытаемся разговаривать с разными большими, крупными инфлюенсорами в крипто. Мы работаем, и сейчас мы разговариваем почти со всеми, я не буду сейчас имена перечислять, но я уверена, что когда мы говорим про больших, все понимают, про кого идет речь. Но сейчас мы уже, мы партнеры из Криптолав, это довольно большой криптоинфлюенсор. У него сейчас около 300 тысяч подписчиков. И он рад с нами, партнерству с нами, вот, и в дальнейшем будущем мы будем, у нас будет много общих объявлений, вот. Вот, кроме него, ну, и я думаю, это поможет, как бы, поможет, чтобы, как бы, про нас услышало больше людей, потому что для нас сейчас очень важно, чтобы наша комьюнити, она выросла, и больше людей узнали про Аблифт, и какие мы крутые, и какой у нас крутой продукт, проект. Вот. Ну, кроме него, мы, конечно, разговариваем с разными, и не только английскоговорящими, то есть у нас есть, мы сейчас разговариваем также и, как бы, русскоязычными инфлюенсорами, и в будущем мы будем, как бы, объявлять наши новости. Кроме этого, мы, у нас будет большая пиер-компания с довольно большими изданиями, вот, и у нас будет очень много разных активностей, и мы будем стараться, чтобы мы, как я понимаю, приносили новшества, то есть не только для говорящего комьюнити, но и так, также для русскоговорящего, французскоговорящего. Японского, и так далее. И, как бы, да, ну, в принципе, вот, я, главное, что у нас, я могу сейчас сказать, я не буду рассказывать про разные там маленькие деталики, что мы делаем, но главное, это то, что сейчас главная цель наша, это увеличить нашей комьюнити. Спасибо, спасибо, отлично. Спасибо вам, Наталья. Ирина, есть что-нибудь из новостей добавить, рассказать свое? Да, конечно. Привет всем. Привет, Андрей. Спасибо большое. Я просто хотела рассказать про то, что мы сделали новое партнерство. Это новый фонд, инвестиционный фонд. Называется NewTrap Capital. И они уже запустили очень много, десятки, десятки очень хороших, успешных проектов. И это для нас очень интересное партнерство, потому что у нас тоже очень похожее видение, да. Мы ищем очень классные, интересные проекты, которые, как бы, определяют будущего, даже можно сказать, этого мира. И они также видят, как бы, они также видят, как с этим дальше работать, как и мы. Вот. И мы лично, я, например, и Ирина, которая сегодня, к сожалению, присутствует, мы лично знаем команду ихнюю. Они очень классные ребята, очень кооперативные. Мы уже стали, как бы, делиться какими-то общими проектами. И очень, я думаю, что мы очень будем хорошо вместе в будущем сотрудничать. Вот. С моей стороны это всё. И я, наверное, вам дальше передаю микрофон. Спасибо всем. Да, Ирина, спасибо. Действительно, хорошие новости, что начинается коммуникация с большими сообществами. Алекс, ну, естественно, к вам, как к основному идейному вдохновителю проекта АПЛИС, создателю и так далее, главному тебе, технической команде, какие достижения, какие на сегодняшний момент есть. Успехи, расскажите, пожалуйста, несколько слов. Да, рассказывай. Да, рассказывай. На самом деле, технически там делать не переделать. И мы делаем много вещей, выкатываем, мне кажется, каждую неделю. Например, эту неделю мы, наконец-таки, добрались до правильного показывания ревордов в лифтах, в анстейках. То, что все давно просили. То, что мы, как бы, всё отложили и сказали, вот мы просто должны сделать эту штуку. Да, мы её сделали. Также, если я не ошибаюсь, мы сделали биометрическую верификацию, Face ID. Мы сделали аналитику, публично доступную для всех. Следующие шаги, следующие шаги будут смотреть, как хорошо сделать, чтобы люди могли получать реворды. Там я вспоминал этот пропозал вчера. И, кстати, насчёт пропозалов, да, мы, как бы, я помню, кстати, это от русского комьюнити пришло изначально, ну, там, чё это мы за DAO без governance. Вот, у нас запустился первый воутинг. Мы ещё, нам ещё, как DAO, нужно расти и расти, но с чего-то нужно начинать. И со временем воутинговых розовов, надеюсь, будет всё больше и больше, и больше, и больше. Вот, как бы, такие технические штуки. Да, хорошо. Перед тем, как мы к вопросам перейдём, Алекс, вчера ты говорил, что есть какое-то предложение как раз к русскоязычному сообществу, чтобы оно шире продвигалось. Расскажи, пожалуйста, такое предложение по поводу английского, что ты говоришь. Да, да. То есть, вот, ты первый вообще из интернационального рынка, кто поднял вопрос локализации. Правильно? Вот ты встал и вышел и сказал, блин, почему мы не глобализируемся, не локализируемся. И предложение это поднять ту документацию, которая у нас есть, найти людей, которые готовы с нами общаться и переводить это на русский язык. Потом, второе, найти, возможно, людей, которые готовы транслейтить эти колы или же просто гайдить русскую часть комьюнити и организовывать отдельное общение с русской частью комьюнити. То есть, что, очевидно, апплифт будет поддерживать, да, у людей, которые берут за эту ответственность. Мы будем вознаграждать их в лифт-токенах и так далее. Вот такие вот идеи. Хорошо, ну а в двух словах, какие-то должны быть требования? Какими набором параметра должен взять обладать? Требования будут выглядеть, как мы попросим перевести. То есть, это зависит от роли, да. Есть конкретно роль перевод, перевод контента. Есть роль guiding community. Это две разные роли. Перевод контента, это просто должен быть такой качественный, интересный перевод. И это может быть, кстати, перевод как контента документации в начале, потом это будет уже выглядеть как перевод текста в приложении, на сайте, на нашем. И это как бы касательно переводчика, касательно же community manager, это вообще другие качества. Тут нужно любить, общаться с комьюнити, адресовать проблемы, мочь говорить и по-русски, и по-английски, чтобы как бы синхронизировать все это с нашей командой. Ну, в двух словах понятно. Детали, наверное, с кем общаться? Непосредственно с тобой, Алексей, или с кем-то из офиса? Это, скорее всего, будет кто-то, кто represents uplift. Если я буду всегда общаться по техническим вопросам, к сожалению, будет делаться меньше технических вещей. Это, скорее, кто-то примет этот комплейнт в нашу группу. Мы добавим это в таймлайн, мы ответим, эй, это классное предложение, и доберемся до него. Вот так вот оно будет работать, чтобы мы просто... Я должен фокусироваться на техническом деливере, да, и вот как-то так это организуем. Хорошо. Чей контакт нужно дать, если появится такой человек, у нас мы в каналах своих делаем предложения, с кем выйти на контакт? Я предлагаю, значит... Наталью, Ирине, Алексею, с кем? Шайла. Значит, есть Шайла, она Uplift. Я сейчас переведу на английский, чтобы Шайла тоже понимала, о чем мы говорим. Шайла, ты здесь? Да, я здесь. Я думаю, что вы уже слышали его название 4-3 раз уже. Что мы говорили, что мы говорили, что это довольно-таки структур. Алик Бертим, из России, в России, спросили, что мы хотим, чтобы кто-то поддерживает эту группу, чтобы поддерживать эту группу, чтобы найти свою руководитель в России. Алик Бертим, кто-то в России, и что если вопрос-то происходит, как мы говорим? Как мы говорим, что мы говорим? Russian community can speak with English they can all at any time basically address you communicate their problem or some of the community managers and then we kind of push into our tech pipeline yeah yeah ideally Alibertim I guess is going to be leading in Discord at least the conversation with the Russian community so he can relay that information to me so yeah I'm here for that if you want to relay any issue the problems to me and then we can work from there yeah 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 Если есть у наших партнеров вопросы, пожалуйста, поднимайте руку и задавайте вопросы, чтобы нам долго не затягивать по времени на несколько вопросов подпись. Ну, наверное, один из основных вопросов, который беспокоит, какие запланированные программы по росту токена и что в ближайшее время ожидается. Алекс? Да, отвечаю. Как вообще построена токеномика? Токеномика построена следующим образом, что мы договариваемся про какой-то процент от рейза с проектом, что публично. Мы недавно опубликовали статью, какие-то мы проценты брали, и дальше мы что-то делаем с этими деньгами. Мы пока что решили, что рабочая стратегия в будущих IDO взять эти 8% от рейза, половину пустить в реферальный реворд, а половину пустить на откупание лифт токена, что как бы провоцирует его рост. Вот, это касательно IDO. Также, кроме IDO, у нас планируется не только публичные сейлы, а еще и приватные сейлы, где будет какой-то уровень высокий для минимального входа, и это больше штука для основных лифт-холдеров. И, соответственно, в этом приватном рейзе будет примерно такой же механизм. Если API будет участвовать как DAO в этом сейле, так те же 8%, условно говоря, будут так же развиваться и пускаться на откупание. То есть тут главное дойти до TGE-проектов. В TGE у вас вроде даты есть, там мы выпускали статью, которая это рассказывала. Такая вот как бы бизнес-модель. Да, понятно, отлично. Еще один вопрос пока тоже задам. Он не мой, а был тоже озвучен в сайте, там был специалистичным партнером, но, правда, он по-английски я переведу, что, если мы помним, то недавно Гарни заявил, что в новом проекте по добыте биткоина будут использоваться залоченные наши токены апплифта. Ну, естественно, что тоже каким-то образом они будут перемещены и так далее. Ожидает ли это как раз рост токенов в связи с тем, что, ну, основная масса токенов уйдет, ну, скажем так, залочим. Да, давление уйдет. Да, абсолютно правильно. То есть не то, чтобы это гарантирует рост, это скорее уменьшает падение, я бы так сказал. Вот. Кроме этого я, к сожалению, ничего не могу говорить. Я очень хочу рассказать много деталей про вот этой новой штуке от Jeremy. Но вот мы до нее дойдем, и тогда вы скажете, ау, вау, это прикольно. Надеемся. Ну, и хорошо, действительно, дойдем. Хорошо, друзья, какие еще есть вопросы у нашего сообщества? У нас тут 33 человека. Поднимайте руку. Если пока у нас эта площадка новая, или я одобрю, или это кто-то скажет, или Шейла одобрит. Да, конечно, меня Алексей поправляет, что токен не Аплифт залочный будет, а Дэйзи токен. Ну, для нас это практически одно и то же, он все равно давление оказывает, так или иначе. Спасибо, Алексей. Какие еще есть вопросы, друзья? Поднимайте руку. Не совсем понятно, пока вот вижу, рука поднята. Вижу, но одобряю. Нет, дело в том, что площадка новая, может быть, что-то пока не получится. Но слушаем вас. Слышишь на меня? Добрый день. Да. Добрый, слышишь. Слышишь на меня? У меня первый и главный вопрос, на который не могу ответ получить очень давно. Сам факт наличия у нас Дэйзи токенов, ну так как их большая часть, потому что их разлог происходит постепенно, и наличие аплифтов, и тут же вторая часть вопроса, аплифты должны быть в стейкинге или просто их достаточно иметь на метамаске или там в тронлинке, или где они там висят. Это все является достаточным для того, чтобы получать все вот эти начисления арт-волета монеты, джимду какие-то монеты и так далее. Или под каждую отдельную акцию нужно делать определенные отдельные действия. Тогда почему нету в российском чате полного порядка, пошагового, что нужно делать, чтобы получить, и сколько будет получено на каждую одну монету, кто холдит? Спасибо. Я постараюсь ответить один за другим, наверное, кроме расчетной части, потому что там нужно садиться и считать. Значит, по поводу лифт-токен. Нужно конвертировать лифт-токен, нужно зайти на Binance Smart Chain и застейкать. Только стейка можно участвовать во всем, что дает эта платформа. То есть подразумевается, что лифт-токен это такая подписка, и в зависимости от количества лифт-токенов она дает разный бонус. Это касательно, что нужно, чтобы участвовать. Стейкать очень важно для этой платформы. Просто держать токены хорошо, но нам просто тяжело иначе вести бухгалтерию, если мы не стейкаем. Там есть технические вопросы, внутренние манипуляции, которые потенциально человек, который хочет эксплуатировать платформу, может проводить. А стейкаем мы этим способом можем это все избежать. Это касательно всех этих токенов, участия и так далее. То есть другими словами, фактическое наличие, являясь просто собственником токенов лифт, отправленных в стейкинг, эти монеты, я автоматически подпадаю под все программы. Правильно? Абсолютно точно. Не под все, то есть тут зависит от программы. Понимаешь, тут мы договариваемся по-разному, эти программы мы каждый раз делаем новые. Бывают программы, скажем, если это аллокация в приватный раунд, мы будем требовать минимальное количество стейблкоинов для входа, для участия. Но это не потому, что мы так хотим, а потому что проекты, ну это приватный раунд. Если это публичный раунд, да, просто стейкаем ты можешь участвовать в лотерее, участвовать в открытом раунде. И это как бы оно все дает. И там, соответственно, чем больше стейк, тем больше у тебя вероятности выиграть, и тем выше у тебя локация. В общем, вот такие вот интересные штуки. Понятно. А нельзя что-то сделать с оставшимися залоченными токенами, которые будут размораживаться еще там 10-11 месяцев? Нельзя их по какой-то акции просто разморозить разово и куда-то отправить, чтобы нам не приходилось раз в 30 дней вспоминать о них и делать какие-то действия? Ну, тут такой вопрос, если мы их разово разморозим и все разово продадут, так всему конец. Да, поэтому как бы это такой трейд, останавливая, уменьшая скорость доступности разморозки, мы убеждаемся в том, что проект растет или может расти в долгосрочной перспективе. То есть, представь, если бы у всех была плохая новость и все внезапно продали, цена была бы нулем. И это значит, что все, кто инвестировали, они бы не получили бы нужную прибыль. Так вот оно работает. То есть, такая душа и вторая. Да, но можно сделать, чтобы токены DASY разморозились без права продажи, без попадания в свободное обращение. То есть, чтобы они с замка залоченного состояния сразу трансформировались в какую-то программу. Без права выйти с ними на биржу. Так нельзя сделать? Это, понимаешь, без права выйти на биржу, это очень тяжело. То есть, это технически тяжело. И вопрос, понимаешь, вот, Нод, у тебя есть мнение, что вот это то, что нужно сделать для токенов. Но кто-то просто хочет продать эти токены. Да, и как бы это в интересах площадки сделать без права продажи, правильно? Но мы, когда делали пресейл всех этих токенов, были условия и был вестинг. И мы не можем внезапно, как бы, поменять то, что мы обещали в прошлом для всех людей. Потому что у многих людей разное видение по то, что делать с их токенами. Поэтому как-то так. Но с теми токенами, как сказал Али Бертим, будут разные интересные программы, которые честно чем-то похожи, не напрямую, но все равно похожи на то, что ты предлагаешь. Ну, честно говоря, так часто менять сказанное и что-то дополнять, как это сделала Дэйзи, я еще ни в одном проекте не видел. Поэтому думаю, что в этом проблемы нету никакой. Ну ладно, это уже как бы лирика. Второй вопрос. Кстати, я хочу расширить то, что ты сказал, потому что это справедливое замечание. Есть такая штука, кто что говорит. И иногда, допустим, если это Джереми, Джереми это человек, который очень эмоциональный, и он просто сам очень эмоционально истинно реагирует. Но проблема, что когда это доходит до какого-то технического исполнения, или когда это синхронизируется, оно не всегда один к одному. Поэтому лучше, если это обещание, следить за какими-то формальными источниками, статьями, медиумами, пропозалами в нашем комьюнити, и меньше фокусироваться там на то, что говорят очень эмоциональные, хоть и офигенные люди. Понял. Следующий вопрос. Я, когда получил предложение участвовать в преселе DAISY токена, в описании было сказано, что DAISY токен в такой-то период выйдет, то есть на биржу попадет, залистится, и будет торговаться по цене 5 долларов. Соответственно, те наши ожидания, которые побудили нас всех купить DAISY токен, они, ну понятно, да, к чему были привязаны. К тому, что будут иксы. Сейчас, естественно, DAISY токен не продается по этой цене даже близко, и UPLIFT по этой цене не продается. Вопрос, будет ли когда-то эта цена или будет какая-то компенсация в каких-то бонусных токенах, шмокинах или других каких-то подарках тем людям, которые вошли в самом начале на вот обещанную вот эту цену листинг на 5 USDT за каждый DAISY токен? Тут такая штука, что обещать цену листинга невозможно. Когда мы выходили на рынок, мы ожидали иксануть, и мы иксанули. Правильно? То есть цена, если я не ошибаюсь, в пике была 8. Но цена 8 – это параллельно очень такая выгодная цена, что очень-очень много профита, которая вызывает продажу. Продажи вызывают падение в цене. И тут такая штука, чтобы токен рос, его нужно покупать. Нужно, чтобы его покупали, нужно расти как комьюнити. Если мы все продаем, и цена падает, оно так работает. Правильно? Но параллельно это значит, что очень много людей, они получили профит от своего инвестиции. Уже. Еще вопрос такой. Не кажется ли вам, что процент, который мы получаем за стейкинг апплифта, невероятно маленький, при том, что период стейкинга довольно-таки длинный? Я дам формальный ответ. То есть тут смотря, с какой айдио площадкой ты сравниваешь. Если посмотреть на полка стартеры и DAO-мейкеры, проценты конкурентоспособные с ними. И это двухсторонняя штука. Например, вот скажем, я делаю, мы делаем не 2%, а 20%. Звучит круто? Вопрос во времени. Потому что 20% вознаграждения, это еще и 20% инфляции. А 20% инфляции, это значит, что токен гарантированно, даже если никто не будет там ничего делать, будет на 20% менее ценный каждый год. Поэтому мы считаем, что хоть мы и даем более маленький процент, этот процент это всего лишь бонус в сравнении с возможностью участвовать на ранних стадиях в проектах и в различных промо-программах и в вознаграждениях для камней. Вот какая-то такая это в особо. Еще вопрос про постоянное списание комиссий нами, партнерами простыми, теми действиями, то есть в тех действиях, которые вызваны не нашей инициативой, а вызваны изменениями в проекте, которые идут от руководства. То есть, например, Дейзи трансформировать в Аплифт, потом Аплифт кинуть с Тронлинка в Метамаск. Все это как бы заставляет и потратить время на скачивание Метамаска и оплатить газ в BNB или в BUSD, я уже не помню. Не кажется ли руководству, что сообщество должно за это, во-первых, озвучить извинения, большое глобальное, за то, что вообще вы нас всех в это как бы погрузили, а во-вторых, нам что-то начислить дополнительно, потому что в чатах на земле происходит просто ненависть и очень много хейта из-за этого. Я уж не говорю о том, что 80% людей в проекте вообще не MLM-лидеры, они и даже не разбираются достаточно в крипте, чтобы Метамаск устанавливать. То есть, это очень-очень большая сложная задача, за которую еще приходится нам платить. Не кажется ли руководству, что надо нам что-то подкинуть, подарить, как-то нас облизать, сообщество, потому что внизу хейта очень много. Ну, тут это, на самом деле, риторический вопрос. Это не вопрос, это сильное мнение на определенный счет. Я могу сказать про философию, почему это какой-то способ, это путь, который был принят для Аплифта. И вот как-то так. Значит, Аплифт — это свой проект. Это IDEO Launchpad, что как бы ничего не имеет и не должен иметь просто общего с другими проектами, в которых мы все участвовали. И участвовали мы во многих не так проектах, и промо, и так далее. И чтобы проект как IDEO Launchpad был успешный, он не может, он просто не может быть на троне, если хочется или не хочется. Почему? Потому что, как мы видим сейчас, почему это успешно. Потому что трон обходится очень-очень дорого. Транзакции там порядка в 10-ти раз дороже. Б. Экосистема трона и приложения на троне, с которыми можно работать, тоже не раз. Следующее — это то, что партнерства они не делают. Там просто ребята, которые в своей тусовке, они это все не делают. Поэтому как бы решение переходить на чейн, который современный, это техническое решение, которое под собой подразумевает, собственно, уменьшить те фи, которые все платят. Перейти на новый уровень, на новую экосистему, в которой возможен долгосрочный рост. И очень много проектов в будущем, я уверен, просто все меньше и меньше будут на троне, если трон не сделает, то уверенный шаг. А бридж и вот это вот все — это как бы последствия того, что из неразвивающейся экосистемы нужно бежать. Потому что, как вы представляете, очень тяжело уговорить проект, делать какие-то вещи на троне, современный проект. То есть приходят стартапы, приходят современные ребята, и мы будем рассказывать, как вот эту вот всю штуку делать через трон. Хорошо. А если они запускаются не на троне, а запускаются на другой сети? Они говорят, а мы хотим запуститься на эфире, например. Что мы тогда им скажем? Хорошо, мы можем там что-то сделать на троне и что-то сделать на эфире. Но тогда, так или иначе, комьюнити все равно нужно будет использовать метамаск, тему этого учиться, учиться бриджеванию. Поэтому тут как ни крути, оно всегда идет к одному и тому же набору действий. Более того, то, что люди платят за бриджевание, это не то, что мы забираем себе в карман. Это дорогой фи трон-нетворк. И я не вижу, чтобы хоть один дефайный проект, например, компенсировал фи, который взимает эфир. Я понял, спасибо. У меня пока вопросы кончились. Спасибо. Классные вопросы, кстати. Очень актуальные. Я думаю, что у нас еще есть вопросы от Андрея. Андрей? Да, здравствуйте. Меня слышно? Да, да. Здравствуйте. Вопрос обратно к Алексею по поводу площадки Аплифт. Хочу рассказать там определенный статус, которая произошла лично у меня. И мне предпочитать поменять метамаск, потому что где-то я, наверное, засветился. У меня взломали метамаск, вывели мои Аплифты, которые я выкинул с Дэйзи токенов. В данный момент я там докупил. И какая ситуация? Я докупал небольшими там, условно, количеством разными транзакциями и добавлял. И там добавил до, в данный момент, до 2,5 тысяч Аплифтов, но не одной транзакцией, а разными транзакциями. И получается у меня там, допустим, если брать более 2,5 тысяч Аплифтов, но при этом за стейки показывает там 1,86%. Хотя я все транзакции делал там на 3 года, да, ну, стейкинг. Соответственно, почему не показывает процент, если брать там максимальный процент 4% при моей сумме, да, должно показывать на 3 года. Показывает при этом 1 или 6%, при этом показывает 1,86%. Это раз, как бы не сильно проблемный вопрос, но тем не менее, хотелось бы узнать, может, просто неправильно показывать, или нужно вынуть из стейкинга и сделать это одной транзакцией, чтобы оно так было. Я вот это хотел бы понять. И, соответственно, увеличить безопасность такого рода, чтобы просто так, когда я нажал умстейк, чтобы оно не вынуло, а попросило у меня там подтвердить мою личность. Значит, понятно, что там где-то я в интернете свои там то ли ключи, то ли кто потерял, ну, где-то, где-то, то ли меня взломали на компьютере, что мои Аплифты вывели в площадке, мне приходится создавать новый копилек. Но, тем не менее, просьба увеличить безопасность, чтобы действительно мог вывести только я. Спасибо, Андрей. Насчет безопасности я скажу фундаментальную проблему. Вот у тебя кто-то украл приватный ключ, и на самом деле тут уже безопасность никак не поправить. Потому что даже если мы, скажем, сделаем проверку на identity в unstake, вот как только ты unstake, в ту же секунду человек, у которого есть твой ключ, он будет владеть всеми твоими деньгами. Да, поэтому, к сожалению, это не решает проблему. Тут, ну, это такая штука крипта, так как тут никто не управляет этими ключами, и как только он засветится, все, пиши пропало. Это отвечая на последний вопрос. Насчет стейков и бустеров и процентов. Значит, нужно понимать, что там, когда ты видишь 4% или 5%, это не тот АПР, это всего лишь множитель существующего АПР. То есть, скажем, если АПР, к примеру, 1%, а множитель у тебя 10%, ты будешь получать 1,1%. Но с чем я согласен? И, кстати, это штука этой недели, Андрей. Ты можешь посмотреть unstake, и сейчас там уже начал показываться reward, который ты получил, и в скором времени там начнет показываться еще и АПР, учитывая твои бустеры. Да, я понял. Я посмотрел, сейчас показывают, раньше показывали на руке, 4%, потом 1%, сейчас показывают... Я скажу, как это работает. Почему, от чего зависит АПР? У нас есть фиксированная элисия, которую можно посмотреть в разделе токиномики в документации. Там, сколько это там имитится, и еще часть зарезервирована под liquidity mining. И так как у нас есть график, сколько времени оно будет имититься, там, по-моему, рассчитано на 6 лет, мы просто как бы имитим то, что мы пообещали. Но дальше есть, как бы, вот этот вот пирог, что является нашим стейкингом, и чем больше людей, как бы, откусывают, ну, становится делить часть этого пирога, тем меньше вознаграждение, потому что его нужно делить между большим количеством людей. И так работают, собственно, все проекты в крипте. Это не что-то, что мы придумали и только мы сделали, а никто такого не делает. Это как бы то, как оно везде работает. Ну, я понял, в принципе, я не то, чтобы такие-то эти, просто нужно было понимание, потому что у самого есть сообщество, они, может, ну, большое-небольшое, но тем не менее люди задают вопросы, и для того, чтобы им квалифицировано ответить, именно поэтому я задавал этот вопрос. Да, то есть история, вопрос, почему разные транзакции, да, потому что к разным количествам применяются разные бонусы. Например, если ты, там, 100 долларов закроешь на сколько-то, там, месяцев, у него будет один дополнительный бонус. Если ты те же 100 долларов закроешь на больше времени, это будет другой дополнительный бонус, поэтому их нужно структурно разделять. То есть это все нельзя положить в одну кучу, потому что, как бы, бонусы разные. Но в целом бонус будет применяться правильно, и когда ты будешь выходить, он будет рассчитываться в контексте вот этого одного вклада. Ну, я понял, благодарю за ответ. У меня больше вопросов нет. Спасибо за вопросы. Возможно, есть еще какие-то вопросы, поднимайте руки, готовы отвечать. Мы давно должны были на многие эти вопросы ответить. Есть вопрос. Я, вроде, пригласил выступить, может, кто-то. Там нужно, гаукар, нужно, появилась сверху зеленая панелька, нужно на нее нажать и принять приглашение. Да, супер. Слышно меня? Да, да. Алло? Да, слышно. Привет. Привет. У меня такой вопрос. Я, правда, вас не слышу. Меня слышно? Да. Какой срок стейкинга Дэйзи на апплифт? Есть определенный срок окончания, времени? Имеется в виду обмена. Да, обмена. Нету. Нету окончания. Любое время могут люди обменять. Да. Да. А стейкать? И стейкать, да. То есть, как только обменяют, они могут стейкать, unstейкать, согласно тому, что они решают. И в любое время, да? Да. То есть, в любое время всегда. Все, спасибо. Вопроса нет. И стейкинг, то есть, это история, которая не исчезает. Исчезает идея в том, что просто временно закрываются токены. И по мере привлечения новых людей, все больше и больше токенов покупается и стейкается. И все. То есть, мы эти токены не трогаем. В конце периода они доступны. Это обычная подписка. Хорошо. Спасибо. 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 Ну, я думаю, по вопросам я не вижу рук. Я хотел сказать большое спасибо всем, кто пришли. И отдельно большое спасибо Алиберту. Это очень важный шаг, потому что, вот видишь, вчера ты написал, ничего не было. Сегодня мы списались. У нас уже там есть русские группы, русские комьюнити. Мы делаем русские колы. Да. И это как бы шаг для понимания, шаг для роста и шаг для всего дальше. Спасибо большое. Видно Алиберти, технические неполадки. Тогда все. Закругляемся и бежим работать. Спасибо всем. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...